Службой государственной безопасности была задержана группа лиц, пытавшиеся незаконным путем вывести в соседнюю страну крупную сумму иностранной валюты. Либерализация валютной политики стала важным шагом на пути развития экономики страны. Эффективность проводимых реформ непосредственно зависит от неукоснительного выполнения гражданами нормативных актов о валютных отношениях. К сожалению, несмотря на созданные условия, имеют случаи нарушения правопорядка. Уместно отметить, органами правопорядка республики проводится мероприятие по предотвращению незаконного оборота валюты. Так, в ходе оперативных действий сотрудников Наманганского областного управления службы государственной безопасности была предотвращена попытка вывоза валюту в крупном размере через пограничную территорию около села Гуава Чувского района. Была остановлена автомашина под управлением Атхама Ахмадханова, 1984 года рождения, уроженца Чувского района. При осмотре в присутствии понятых в багажнике машины были обнаружены три полиэтиленовых пакета с 733 тысячами долларов США, которые Ахмадханов пытался вывезти в Кыргызстан, минуя пункты таможенного контроля. Вещественные доказательства оформлены в установленном порядке. В ходе доследственных мероприятий выяснилось, что к этому противоправному действию Атхама Ахмадханова привлекал его брат, бахтер Ахмадханов, который в 2017 году совершил подобное преступление и, несмотря на то, что в настоящее время находится на исправительных работах, Атхаму Ахмадханову было поручено передать валюту, полученную у лица в городе Ташнете, своему поддельнику, который должен был переправить валюту в Кыргызстан. Мне позвонил знакомый, сказал, что есть пакет. Приехал в ЧУЗ, поговорили. Он дал деньги, завернутый в скотч черного цвета. В результате последующих оперативных мероприятий на месте события был задержан и поддельник Атхама Ахмадханова, ранее судимый Одулхан Махмудов, 1979 года рождения, уроженец ЧУЗского района. В настоящее время, по данному факту, Управлением службы государственной безопасности по Наманганской области ведутся доследственные действия.